Время новостей на муниципальном телеканале. В студии работает Ирина Панфилова. Здравствуйте! И вот, что вы сегодня увидите. На повестке дня актуальные вопросы. На заседании областного Акимата глава региона дал ряд поручений Акимам районов и руководителям ведомств. 28 июня работники связи и информации отметят профессиональный праздник. В канун торжества в Петропавловске чествовали журналистов. А теперь обо всем по порядку. Активизировать работу по пропаганде языковой политики и реализации госпрограммы системы здравоохранения Саламаты-Казахстан усилить контроль за размещением госсимволов. Такие поручения глава региона Ерик Султанов дал Акимам районов и руководителям соответствующих органов на очередном заседании Акимата. Подробности в нашем материале. В зале первые руководители районов и представители областных ведомств. На повестке дня заседания Акимата три вопроса. Первый касается реализации закона о языках республики Казахстан. Как показывают проверки, не во всех государственных органах он соблюдается. В 2015 году в ходе проверок выявлены ошибки в оформлении визуальной информации в отделе внутренних дел Есильского района в свидетельстве о госперерегистрации юридического лица на госязыке в отделе внутренних дел Акжарского, Казалжарского районов. В управлении внутренних дел города Петропавловска, отделах внутренних дел Акаинского, Мамлюцкого и района Макжан-Жумабаева трудовые договоры и договоры о госзакупках оформлены в основном на русском языке. Говорят, на заседании о реализации программы «Саламат и Казахстан» доклад главного врача области Кабдрахмана Соктаганова краткий, но содержательный. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года медики области добились неплохих показателей и этому способствовали профосмотры. Выявляемость онкологических процессов на ранних стадиях увеличилась до 58,2. Показатель смертности от онкологических заболеваний по итогам 4 месяцев в сравнении с аналогичным периодом снизился на 1%. Показатель смертности от туберкулеза снизился на 29%. Нет случаев смерти от туберкулеза среди детей. Проблемным сегодня остается вопрос оплаты подъемных специалистам в некоторых районах. Акимобласть Ерик Султанов поручил руководителю управления здравоохранения навести порядок. Малые города, их четыре, все вопросы решить. Сейчас уточнение бюджета у нас у всех проходит с понедельника. Средства предусмотреть. Есть решение правительства, его надо выполнять. Получили поручения на заседании также Акима районов и города Петропавловска. Необходимо обеспечить приоритет на развитие первичной медико-санитарной помощи, реализацию принципов единой национальной системы здравоохранения. Принять меры по закреплению медицинских кадров. Вы сегодня слышали, какая ситуация. В целом, в прошлом году было почти 300 дефицит, в этом году мы практически преодолели. Вот сейчас молодые специалисты приедут, я поручаю закрыть дефицит 103 кадра. Последний вопрос повестки дня касался пропаганды и применения госсимволов. И здесь есть недоработки. За пять месяцев текущих годов областной и районной комиссиями проведено 139 проверок в 602 организациях области. В большинстве случаев выявлены нарушения устранены немедленно на местах. Вместе с тем, по итогам этой работы, четыре работника госучреждения были привлечены к дисциплиной ответственности. В завершении руководитель управления внутренней политики озвучил активы региона ряд предложений по активизации работы в этом направлении. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Увеличить объем товарооборота. Акимобласти Ерик Султанов и заместитель главы администрации Братала Монгольской автономной области Китайской народной республики Ченгхонг подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Какие взяли на себя полномочия и обязанности стороны, расскажет Кристина Горбаченко. Перед началом официальных переговоров Акимобласти приветствует гостей. Ерик Султанов рассказывает потенциальным партнерам о Северном Казахстане, о сферах, в которых можно было бы совместно поработать. «Наша область аграрная, у нас 5 миллионов гектаров земли. При благоприятных условиях мы можем собирать хороший урожай. Мы готовы поставлять на ваш рынок сельскохозяйственную продукцию, пшеницу и масличные культуры». Гости из Поднебесной готовы сотрудничать. Говорят, что заинтересованы в долговременном партнерстве. «Мы намерены развивать шелковый путь. Между нашими регионами нужно увеличить товарооборот. Мы знаем, что Северный Казахстан – экологичный регион. Нас интересует зерно и рыба». Ерик Султанов предложил инвестировать в нашу область и построить здесь завод по переработке рыбы. Если будет поддержка местных властей, китайцы обещают рассмотреть такой вариант. Устные договоренности стороны закрепили в дипломатическом документе. Ерик Султанов и Чен Хонг подписали меморандум. Ерик Султанов поблагодарил гостей за визит и выразил надежду на плодотворное партнерство, которое принесет пользу двум странам. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Оперативно, качественно, объективно. 28 июня страна отмечает День работников связи и информации. Региональные СМИ каждый день освещают самые важные новости. В преддверии их праздника Акимобласти Ерик Султанов поздравил представителей масс-медиа и вручил заслуженные награды. На торжественной церемонии побывала Александра Солмина. Несколько минут до начала торжества гости постепенно собираются. В этот день все поздравления, цветы и улыбки для них, работников связи и информации. Приятным сюрпризом для журналистов стала вот эта галерея. С интересом они разглядывают снимки. Главные лица и герои – сами корреспонденты, операторы и фотографы. Кадры живые, без постановок. Вот съемочная группа в поле. А здесь команда на вертолете спешит рассказать о паводковой ситуации. Каждый день они выполняют свою работу. Даже тогда, когда она становится небезопасной. И труд их ценят. Сегодня трудно представить нашей повседневной жизни без средств массовой информации, без телевидения, интернета и других коммуникационных каналов. Работники связи и информации, оправдывая высокое доверие, своевременно информируют наше население, создают интересные новости и программы, обеспечивают надежную и качественную связь. Останавливаться на этом нельзя, говорит глава региона. Нужно дойти до каждого человека, до каждого населенного пункта. И сегодня средства массовой информации области к этому стремятся. Самых ярких представителей масс-медиа Ерик Султанов отметил благодарственными письмами. За заслуженной наградой выходит и Дмитрий Рура. Видеоинженер агентства «Хабар» говорит, за долгие годы узнал главный секрет создания успешного материала. Всего-то нужно вкладывать душу и забыть фразу «каждый сам за себя». Залог хорошего качества – это слаженная работа оператора, монтажера, журналиста. Хорошая идея, в общем, хороший тандем, отсюда и будет хороший материал. Операторам желаю хорошего баланса, журналистам желаю творческих каких-то идей креативных, которые операторы будут воплощать это в жизнь. Монтажерам желаю хорошего видео, из которого можно сделать очень качественный и смотрибельный материал. И сегодня в праздник они работают. Журналисты что-то записывают в блокноты, операторы снимают. В поисках самого удачного кадра и мой коллега Михаил Казначеев. За ответственный подход к делу он получает премию Акима области. Съемки происходят в любых условиях. Несмотря на то, что высота, глубина, порой бывает, и приходится делать экстремальные виды для того, чтобы сделать красивую картинку. Все для наших зрителей, для того, чтобы удивить, поразить. Принимают поздравления виновники торжества и от Союза журналистов. В честь праздника грамоты и дипломы. А Владимир Манылов удостоен звания почетный журналист. Он 40 лет посвятил телевидению. На этом сюрпризы не закончились. Союз журналистов тоже выбрал лучших. Редактором года стала Диана Слинькова. Шеф-редактор областной газеты «Добрый вечер». Представитель корпунта канала 24КЗ Толиген Иманов, телеоператор 2015. А вот журналистом года стала собственный корреспондент республиканской газеты «Экспресс-К» Елена Чернышева. У нас профессия уникальная, потому что ее люди не выбирают. Она сама выбирает. А если выберет, то она ни на минуту человека не отпускает. Вот говорят, журналист не работает только ночью. Но я хочу всем пожелать сегодня немножко расслабиться, отметить праздник. Вообще никогда не терять вот этого ощущения, своей необходимости, желания дойти до суть интереса жизни, к людям. Теплые слова и пожелания сегодня не смолкают. Коллеги все встретили праздник одной большой дружной семьей. Хочется всем журналистам пожелать легкого пера, хороших корреспондентов, интересных тем и нескончаемого творческого вдохновения. А в подарок ярким представителям масс-медиа такие же красочные номера от лучших артистов города. Александра Солмина, Михаил Казначеев, Владимир Боровков. Новости МТРК. Далее у нас реклама. Не переключайте канал. Впереди еще много интересного. В мае 2014 года компания «Казградстрой» начала активное возведение 12-этажного жилого комплекса «Козылжар». Прошел всего один год, а «Казградстрой» уже завершает строительство технического этажа. Компания «Казградстрой» делает очень современные здания и продумывается все для жителей. В современном, на качественном, очень удобное для жилья, для детей площадки вот такие. Строят не только дома и обустраивают. Во дворах какая прелесть. И детям прекрасные игровые площадки построены, и парковки. Браво нашему городу, нашему руководству, нашим строителям. Браво, браво и спасибо за обустройство нашего прекрасного, любимого города. «Казградстрой» воплощает мечты в реальность. Мы продолжаем наш выпуск о мире и согласии. В Петроваловске прошла международная научно-теоретическая конференция. На встрече говорили об Ассамблее народа Казахстана как институте укрепления и развития этноконфессионального согласия. Своими научными исследованиями в области межнациональной дружбы делились профессора со всей республики. А опыт работы в этом направлении перенимали россияне. Кристина Горбаченко подробнее. Сегодня в числе участников конференции академики, доктора наук, профессора, специалисты научно-исследовательских институтов и экспертных центров со всей страны. Их от имени Акима области приветствует его заместитель Ирлан Аукенов. Он пожелал участникам встречи ладотворной работы. Мы почти каждый год задавались вопросами об успехе нашей Ассамблеи. Конечно же, ключом и ответом на этот вопрос всегда для нас выступал лидер нашей нации. Но при всем при этом не надо забывать, на чем жизнь эта Ассамблея. На тех инициативах, на тех идеалах, которые 20 лет назад во время создания мы говорили. Таким качественным составом в Петропавловске собрались, чтобы еще раз обсудить вопросы этнополитики. Их много и все важны. К примеру, интернет и экстремизм. Три года в этом направлении работал профессор из Караганды Яков Трофимов. Он считает, что Всемирная сеть – главный источник религиозной информации. И этим пользуются экстремисты и террористы. Одна из основных целей исследования была – это отработка механизма с религиозным экстремизмом. То есть для того, чтобы у нас люди не уезжали в исландское государство, не занимались экстремизмом, не занимались терроризмом. Участники конференции намерены научные разработки применить на практике. Считают, что посредством взаимодействия и коммуникации Ассамблея народа Казахстана должна получить новый импульс развития. О том, что сделано в нашей стране для комфортного проживания, приехали послушать россияне. Я надеюсь, что вот та конференция, которая проходит сегодня, она позволит понять, как лучше нам обустроить именно общественное взаимодействие по сохранению национальной культуры, по сохранению гражданского мира, согласия как на территории России, как на территории регионов, так и в наших связях между Россией и Казахстаном. Участники встречи солидарны, что 20 лет назад президент страны Нурсултан Назарбаев выбрал правильную этнополитику. И сейчас главная задача ее укреплять. Выпущен сборник статей, куда вошли более 200 статей научных кругов не только Казахстана, но и ближнего зарубежья. Конечно же, через эти статьи проходит и роль первого президента в гармонизации межэтнических отношений на территории нашего Казахстана. Участие в конференции приняли 70 человек, 12 из них – зарубежные гости. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Накануне профессионального праздника поздравления получали журналисты, которые активно сотрудничают с областным департаментом внутренних дел. Благодарственные письма и цветы от руководства правоохранительного ведомства получили 30 североказахстанских сотрудников масс-медиа. Репортаж Ксении Куценко. Более 2500 материалов, свыше 600 из них в республиканских СМИ. Это результаты работы североказахстанских журналистов только с начала этого года. За профессионализм и оперативность освещения работы Департамента внутренних дел Североказахстанской области сегодня в адрес сотрудников газет, телевидения и интернет-ресурсов. Слова поздравления и благодарности. Все проводимые и общественно возносимые мероприятия Департамента внутренних дел всегда обеспечивается информационным сопровождением средств массовой информации. В состав общественного совета при ДВД также входят авторитетные журналисты. Они принимают участие в разработке вопроса, касаясь деятельности внутренних дел, обеспечивают взаимодействие общественностью с полицией. Прозрачности, правоохранительные деятельности, позиции Министерства внутренних дел. Направлено в усыне качества работы, уверенности к усилению, взаимодействию с населением. Ну а праздник по традиции не обходится без подарков. Среди тех, чей труд удостоен благодарственными письмами 30 человек. Это собственные корреспонденты республиканских средств массовой информации и редакторы местных печатных и электронных изданий. В их числе и наш муниципальный телерадиоканал. Сотрудничество с правоохранительным ведомством всегда интересное дело, говорят журналисты. Я благодарю органам внутренних дел, что наши праздники, они не оставляют нас никогда без внимания. С ними очень интересно работать. Мы узнаем какие-то происшествия, интересные события самыми первыми. И рассказываем это всей стране. Отметили сегодня и труд сотрудников пресс-службы ведомства за плодотворную работу и тесное результативное сотрудничество с журналистами. Работа в пресс-службе государственного органа – это часть государственной политики, это часть государственной имиджевой программы. Поэтому мы бы хотели пожелать всем журналистам канун профессионального праздника счастья, здоровья, работы на процветание нашей североказахстанской земли. На этом приятные сюрпризы для журналистов не закончились. Праздник продолжила концертная программа, организованная силами стражей порядка и их детьми. Ксения Куценко, Желудызбек, Ермуканов. Новости МТРК. Поздравили с профессиональным праздником работников СМИ и военной. В военном институте Национальной гвардии страны журналистам вручили грамоты и ценные подарки. Рассказывает Денис Сивков. В актовом зале военного института Национальной гвардии Республики Казахстан атмосфера торжественная. Сегодня поздравляют работников СМИ с их профессиональным праздником, днем связи и информации. Но сначала гостям и офицерам института демонстрируют документальный фильм «Военный журналист». После торжественное награждение тех, кто в течение многих лет освещает жизнь военного института. Им вручают грамоты и ценные подарки. В числе тех, кого сегодня честовали, собственный корреспондент газеты «Егемен Казахстан» Омер Искали. Вот уже 18 лет освещаю жизнь военного института. За это время более 30 моих статей вышли о мероприятиях, которые здесь проходят. Хочу выразить благодарность руководству военного института Национальной гвардии Республики Казахстан за то, что отметили меня. После торжественной церемонии награждения журналисты посетили музей военного института Национальной гвардии Республики Казахстан. Здесь представители СМИ знакомились с экспонатами. Мы преподносим информацию, тот материал, чем занимается военный институт, как он живет. Та правда, которая происходит в военном институте. Я хочу поздравить людей, которые непосредственно освещают всю жизнедеятельность нашего Казахстана. Поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Завершение памятное фото. Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК. И переходим к новостям спорта. Североказахстанский клуб Казалжар-СК готовится к очередному домашнему матчу. Состоится он 27 июня. Соперником нашего клуба будет команда из Экибастуза. Как проходят подготовки наших футболистов к предстоящей игре, узнаете из нашего следующего материала. Тот факт, что футбольный клуб Казалжар-СК одержал победу в последних пяти встречах, для болельщиков большая радость. Но борьба за выход в Премьер-лигу еще впереди. Потому футболисты продолжают упорно тренироваться. Стоит отметить, что 21 июня подопечные Фомичева на гостевом поле обыграли Булата МТ со счетом 0-1. Теперь они занимают вторую строчку турнирной таблицы. Игра на выезде. Ехали уже к сопернику, который был выше нас. И перед отъездом руководство поставило задачу, что на выезде нужно именно брать эти три очка, которые нас выводили на чистое второе место. Следующая игра с командой Экибастуза. Этот клуб тренирует Владимир Линчевский. С североказахстанцам он хорошо знаком. В прошлом сезоне Линчевский работал с Казалжар-СК. Правда, нашему клубу не удалось достичь больших высот. Данный турнир для Экибастузов также не задался. Они в списке аутсайдеров. В предстоящий матч мы сейчас сыграем с Экибастузом. Несмотря на то, что эта команда на предпоследнем месте сейчас ведет период до заявок. И, соответственно, команды могут усилиться и в любой день может подъехать футболист. Поэтому это один из факторов. Второй фактор – здесь работал Виктор Ильич Линчевский. И я думаю, что для него это будет принципиальный матч сыграть против той команды, в которой он работал. Поэтому я думаю, что это не будет проходным матчем каким-то, а будет одно из игр, в которые нужно будет выцарапывать все эти три очка, которые нам нужно для того, чтобы закрепиться на втором месте. В настоящее время в рядах нашей команды произошли небольшие изменения. Начался период трансферов. Теперь в составе сирокарстанской команды будет играть мактаральский защитник Дмитрий Петерсон. Возможно, болельщики смогут увидеть футболиста в игре с экибастузом. Есть и другая новость. Главный полузащитник НДОЕ Эль-Хаджи получил травму. Когда он выйдет на поле, пока неизвестно. Арман Ваенда, Желузбек Ермуханов, Новости МТРК. В Петропавловске стартовала областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями. Надежда. В программе состязаний «Восемь видов» участие в соревнованиях принимают представители из всех районов области и города Петропавловска. Денис Сивков продолжит тему. На стадионе «Карасай» собрались спортсмены-инвалиды из районов и города Петропавловска. Некоторые из них – участники паралимпийских игр. Сегодня им предстоит соревноваться в скорости и выносливости. Традиционно с 1997 года в городе Петропавловске проводится областная спартакиада инвалидов «Надежда». С каждым годом количество участников увеличивается. В этом году более 250 человек. Цель спартакиады – выявить сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях. Программа спартакиады насыщенная. Включает в себя 8 видов спорта. Это и легкая атлетика, шахматы, тогис-комалак, настольный теннис, гонки на инвалидных колясках и другие. А Симгуль Айсина выступает на таких соревнованиях впервые. У нее частичная потеря зрения. Надеется на победу в состязаниях. Соперники тоже очень сильные оказались. Видимо, они сказали, что они впервые участвуют в данной спартакиаде. Вот эта спартакиада, эта «Надежда» помогает сплотить, я думаю, за здоровый образ жизни всех ограниченных людей. Помогает им адаптироваться, выходить в люди, показать себя и на других посмотреть. Асалимхан Сабитов постарается улучшить свой результат в шахматах. В прошлом году он стал третьим. В этом году рассчитывает на золото. Соперники все достойные, потому что встречаются с разных районах, так как это уже областная спартакиада. Хочу отметить, что Таиншинский район хорошо играет, Афганистский. То есть, одним словом, соперники очень достойные. Но в этом году будет предлагать все свои усилия, чтобы занять первое место. Речь о большом соперничестве здесь не идет. Эти люди уже одержали победу над телом и духом. Соревнования среди инвалидов продлятся два дня. Победители будут награждены медалями, кубками и дипломами. Денис Севков, Роман Куценко, Новости МТРК. Такими событиями нам запомнится очередная трудовая неделя. Всего вам доброго и хороших выходных. Прогноз погоды на субботу 27 июня. День синоптики обещают ясным, без осадков. Ветер восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 24-26 градусов выше нуля. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин